Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на канале Новая Жизнь. Сегодня я занимаюсь своим огородиком. Я прокапываю вот такие вот квадратики и сажаю туда помидорчики. Вот эти две грядки, это у меня помидоры, здесь будет перец, это тоже вот две грядки помидоры. Немножко хаотично я так всё посадила. Здесь у меня баклажаны, вон дальше тоже баклажан. Получается вот эти три грядки, это баклажаны, базилик, помидоры, помидоры, помидоры. Вот, и здесь будет именно сладкий перец, потому что муж мне купил перец, и, если честно, я их спутала. Я не знаю, какой острый, какой сладкий, я их посадила вместе. В общем, сладкий будет острым, и они как-то так отдельно на другой делянке посажены. И я вот здесь решила посадить именно сладкий перец для того, чтобы он и был сладкий, а не острый. Вот, сегодня занимаюсь огородиком. Ещё вот колышки вбиваю, буду подвязывать свои помидорчики. И как раз ещё вот я сейчас подпушаю землю, вот, и как раз чтобы детки не ломали, потому что у меня много помидорчиков всё-таки ломают. И собаки уличные заходят во двор, ломают, и коты соседские, ещё и вот детишки. Вот у меня помидорчик сломанный, и вот здесь вот тоже сломанный помидорчик. Но остальные вроде бы ничего. Итак, грядочка. Там, где травка, это я амульчировала, мне сестра посоветовала, говорит, вот эта обычная трава, она сохраняет влажность. При поливе, да, вот, когда траву убираешь, правда, там земля ещё мокрая, да, хотя везде уже всё высохло. В общем, базилик ещё маленький совсем. Ну, кстати, он относительно всего, в принципе, нормально принялся. Вот такой вот у меня разного цвета, такой вот прям тёмненький, светленький, зелёненький, да, и зелёный с бордовым кантом, очень даже симпатичный. Вот, и на баклажаны что-то мне не везёт. Я вам показывала, как я их реанимировала, вот некоторые всё-таки прижились, и новые я досажала, да, вместо тех, которые пропали. И вот у меня здесь баклажанчики. Вот эти я прям сегодня посадила, не знаю, что из этого получится. Вообще, почему квадратиками, я потом на следующий год хочу прям сделать вот такие вот борта, и вот такими квадратиками у меня будет весь огород. Такими, знаете, и досыпать я буду землю. Мне кажется, это будет очень красиво, очень удобно. Я так видела на канале Елена Весна в Инстаграме. Мне очень нравится, как у неё выглядит этот огородик. У неё тоже такой, он небольшой, но вот очень симпатичный. Вот мои помидорчики. Сейчас везде буду вставлять им опору, палочки. Здесь грядочка, у которой у меня идёт вот так вот длинненькая вдоль забора. Здесь у меня тоже помидорчики, я их уже подвязала. И сразу грядочка по-другому смотрится. Здесь тоже планируется, да, сделать такое вот, как ограждение, досыпать земли, и вот так вот будет такая высокая грядка. Пока, конечно, мы просто немножечко задержались, да, с переезда. Вот, думали, что получится немножко раньше переехать, и поэтому это всё не успели. Пока грядки этот год будут так. А на следующий год это будет более иметь такой вот красивый, более декоративный вид. Но ничего, пока так. Главное, чтобы всё-таки были с помидорами. Так, и дальше вот у меня там перцы, которые, я вам говорю, что я перепутала, и посадила все вместе. Теперь сладкий будет острым, и, короче, в общем, всё вперемешку. Тоже забила колышки, чтобы, опять же, никто мне их не ломал. Сейчас вот, смотрите, просто вставила колышки и натянула верёвочку. Мне так посоветовала подписчица. И, если честно, я сейчас поубираю вот эти вот кирпичики, мне кажется, будет смотреться даже очень ничего лучше, чем было, да, можно так сказать. И я думаю, что ни дети, ни собаки уже не будут ломать мои помидоры. И вот вторая, да, грядка, смотрите. Здесь вообще симпатично получается. Вот такими вот квадратиками, где помидоры будут просто подвязаны, там не будет вот такого ограждения. А где будут баклажаны, тоже сделаю такое же, ну, как бы ограждение. И где базилик, тоже такие вот сделаю квадратики. Мне кажется, очень симпатично. Потом подумаю, если что, может быть, и на помидорах так сделаем. Помидоры, кусты будут разрастаться, и, наверное, верёвочка будет мешать. А может, и нет. Кстати, можете мне написать, вот кто так делал, сделать мне ещё вокруг помидор так же или нет. Мне очень нравится. И вот здесь вот я ещё буду продолжать так же делать такие же кубики. И ещё мне надо посадить будет кабачки и огурцы. Поэтому огородик будет постепенно разрастаться. Когда я только начинала, у меня были только вот три квадратика. Сейчас уже девять, дальше больше. А вот такую красоту я купила себе на клумбу. Это первые цветочки, которые я посажу на своей клумбочке. Жалко не было розочек, потому что я покупала здесь, ну, можно сказать, на рыночке, да, у бабулечек. Вот. И это у них были такие петунии. Жалко их там было мало. Поэтому всего лишь три. Пока будет, конечно, это всё редко смотреться, да, вот здесь что, три штучки всего лишь на клумбочке. Но уже что-то для начала, я думаю, положено. И я ещё мечтаю на своей клумбе посадить такие вот маленькие клумбовые вот эти розочки, которые шариками такими растут. И ещё очень хочу розу, которая такая, знаете, вьющую розу или ампельную, знаете, такая, которая как дерево растёт. Я так понимаю, что это просто вьющая роза, но оставляют только один ствол, и она дальше растёт. Ну, я ещё поизучаю, конечно, эту тему, но мне очень нравятся такие розы, вот именно вьющиеся. Я хочу, чтобы на забор вот так вот она красиво спускалась или где-то на беседке. У меня есть беседка, но она, конечно, не очень симпатичная, но если её роза заплетёт, как раз будет самое то. Ну, а пока вот такие милашки сейчас будут высажены в мою такую небольшую клумбочку. Это моя клумбочка, которую я хочу засадить как раз-таки петунией и розами, ну, возможно, ещё какими-то цветочками. Пока, конечно, их три, вот, ну, и думаю, вот так посадить между ними как раз розы крупные, которые будут идти на забор. Одна или дверь я ещё пока не решила. А здесь как раз будет место для того, чтобы я посадила как раз клумбовые розы, такие вот, которые маленькие, кругленькие, вот, мелкие, мелкого такого вида. Как вы думаете, нормально будет? Я сегодня их сажать не буду, я подожду ваши комментарии, вот. Вот, и если, как бы, большинство напишет, что да, вот так вот и сажаем, то я их посажу. Или, может быть, что-то, что-то поменять. Но мне кажется, хорошо будет. Они же будут разрастаться, как раз между ними, вот так вот, ну, ближе к забору будут розы. Вот, и вот здесь вот будут кустовые. Я думаю, в принципе, площадь позволяет для того, чтобы, да, они здесь уместились. Я думаю, будет даже очень ничего. Ну, и на этом буду заканчивать своё видео. У нас уже вечер, начинает потихонечку темнеть. И, знаете, у нас сегодня погода такая вот пасмурная, поэтому темнеть сегодня даже начало как-то рано. Знаете, так пасмурно стало. Не то, что даже темнеть, а стало пасмурно. Срывается маленький дождик, вот. Хотя, мне кажется, вот сейчас самое время, наверное, посадить. Но они в стаканчиках, в принципе, они спокойно дождутся завтрашнего дня, чтобы я их посадила. Тем более у меня здесь с утра только такое красивое солнышко, такое восточное, да, утреннее. Вот, а потом целый день здесь такой вот тенёк. Мне кажется, и розы гореть не будут, и петуния тоже. Всё, мои дорогие. До новых встреч, до новых видео. А завтра как раз буду заниматься той розочкой, которая была на участке. Завтра у меня по плану её обработать. Обработаю её фитоловином. У меня есть ещё специальный препарат для роз, для лечения. Может быть, имп, завтра ещё посмотрю. А потом начну её активно удобрять. Всем пока-пока! Пока! Пока! Продолжение следует...